Вот то, что сейчас суд вынес, определение о назначении внешних управляющих. Насколько это соотносится с решением Конституционного суда о недопустимости немедленных решений? Это, естественно, полностью противоречит решению Конституционного суда. И можно в целом говорить о том, что Иванишвили этим решением, и все понимаем, что это решение Иванишвили, и судья Мелидзе, и все другие истцы, это все просто инструменты маринетки в его руках, сделал большой шаг по направлению выхода из Конституционного поля вообще, какой-то шаг к абсолютной монархии, и что не имеет значения, какое будет решение Конституционного суда, какие рамки, потому что я так и хочу, это как должно быть, средневековый подход. Это очень опасный подход для нашей страны в демократиях, и в особо молодых демократиях любые власти иногда, либо часто пытаются интерпретировать законы по направлению своих политических интересов, влиять на правоохранительные и правовые органы, но этот шаг качественно еще другой, то есть выше этого. Это прямая декларация, что не имеет значения, какое решение будет принимать Конституционный суд. Я так хочу, так и будет сделано. Поэтому у нас только сейчас уже не только вопрос свободы слова и фундаментального принципа, что у правительства не должно быть возможности захватить канал, который не угоден власти, у нас вопрос еще шире, вопрос фундаментального конституционного порядка, либо средневековье. И еще одна деталь, что парадоксально, что в первую очередь в сути это конституционное решение, но оказалось, что есть прямой артикл в нашем гражданско-операционном кодексе, который запрещает суде принимать такое решение после основного решения. То есть именно то, что случилось, запрещено артикулированно в законодательстве, поэтому цинизм еще хуже в этом случае. Скажите, пожалуйста, это как-то связано с тем, что сейчас даны какие-то авансы Грузии о ее вступлении в НАТО? Может быть это... Знаете, я не сторонник теории заговора, но я думаю, что олигарх Иванишвили в первую очередь заинтересован в сохранении власти. И когда он увидел, и это увидел четко, что нет шансов сохранения власти в 2016 году посредством выборов, если они будут минимально демократичными, он сделал шаги по уничтожению тех инструментов общества, которые будут мешать ему сохранять власть против воли общества. Эти шаги, естественно, ведут... То есть, естественно, отводят страну от западного курса. Без всяких умыслов. Хотя я не исключаю умысл. И мы увидели на протяжении этих трех лет многие шаги, которые реально давали нашему обществу инициативу именно виразиатским гзенофобским силам. И это была его политика. Либо это политика просто баланса использования этих сил против прозападных демократических сил, либо это более глубокий умысел. Это не имеет решительного значения. Значение имеет результат. А результат это отчуждение пути Грузии от нормального, свободного, цивилизованного западного пути. И это самое опасное. И поэтому мы должны противодействовать этому всеми конституционными способами.